Социальные поправки Вот повелось еще, наверное, вообще наше общество сложено так, что мы действительно воспринимаем нашу страну как социальное государство Не будем забывать, что в данной ситуации вносится поправка, что Россия является преемницей Советского Союза И отдадим должное и Советскому Союзу, что это действительно было реально социальное государство Поэтому, конечно, не говорить о том, что это плохо, это как бы даже, ну это очевидно, что это хорошо По поводу своевременности, опять же, если с этого я начала Своевременность поправок по социальной защите, они всегда своевременны, в любое время Что касается моего направления, в 75-ю статью Конституции вносятся изменения в части ежегодной индексации пенсий и социальных пособий Сразу же мы все понимаем, что мы привыкли к индексации пенсий к ежегодной Это у нас уже, можно сказать, было, мы даже можем сказать, что это было всегда Но ведь было время, когда не то, что индексация пенсии, а пенсии просто не платились Это 95-96-й, немножко стала выправляться ситуация к 98-му году, к 99-му Но, наверное, вспоминать то время в какой-то степени даже страшно Это страшно Плюсом ко всему, тот уровень пенсии, он был просто запредельно низкий Поэтому закрепление ежегодной индексации, не то, что своевременно, наверное, в какой-то степени даже это уже и запоздало Чтобы все-таки, это как бы окончательная констатация факта, что пенсия должна быть проиндексирована И регулярность индексации раз в год, это тоже правильно При всем том, что мы понимаем, что вроде как оно у нас есть Для чего это надо вносить в Конституцию, да, у многих вопросов, например Да, то есть каким бы ни было наша страна, как бы ни сложилось время, на какие бы ни сложились, да Это будет в основном законе, и тогда это будет уже неприкасаемо Да, да, да Вот даже у людей-то возникает основной вопрос Для чего это вносить в Конституцию, если это и так есть Так вот, чтобы это и так было, это надо внести в Конституцию Законы могут меняться Конституция более незыблема Внесение данного изменения в Конституцию, данной поправки Закрепит эту норму весомо, на долгие годы И это правильно А что-то еще, вот чисто эмоционально, может быть, вы отметили, как на самом деле благо для людей Ну, во-первых, я как гражданка Российской Федерации Я, во-первых, читаю Конституцию как потребитель То есть она меня касается как гражданина Российской Федерации Самое главное, чтобы я отметила, это защита семьи и детства Вот лично для меня То, что вводится понятие «Бог», то, что вводится понятие «Мать» и «Отец» Нам в какой-то степени в данной ситуации повезло, что мы живем в периферийном городе Мы все равно живем по законам отцов, матерей, дедов И нам дико, когда про это необходимо говорить Я имею в виду понятие «Мать» и «Отец» Но, опять же, так как у нас сегодня совершенно информатизировано общество И мы видим, что происходит с экранов телевизоров Вообще, это, ну, как бы даже буря возмущения, да, в душе Когда мы понимаем, что... Возмущение и понимание Да, и мы же понимаем еще в какой-то степени Как это будет ударяться по обществу Когда будут размываться основные понятия жизни вообще всего человечества И когда вот это вводится, действительно, во-первых, это проговаривается Во-вторых, это вводится в закон То вот в данной ситуации, что происходит в мире Я считаю, что это действительно надо закреплять Чтобы не было никаких попыток внедрять нам какие-то нормы Совершенно чуждые для нашего общества Это защита наших ценностей Вот я так, как бы пафосно сейчас говорю Но это действительно защита наших ценностей Мы все равно привыкли жить нашим простым вот русским обществом, укладом Мы по-другому не сможем У нас суровая страна У нас климат тяжелый У нас большие расстояния Если у нас вот понятие семьи из общества убрать Вот мы действительно рухнем как общество Это не высокие какие-то слова Но это действительно так и есть Поэтому для меня вот именно наиболее близко То, что вводится в Конституцию, вот эти понятия И своего рода я бы считала даже Что это, скажем так, некие сигнальные такие вот знаки Что это действительно стало требовать защиты Действительно какие-то атаки бесконечно идут Особенно ведь это среди молодежи Ведь мы же понимаем, что молодежь с неокрепшими умами Они опыта жизненного не имеют И где-то как-то они под влияние вот это вот попадают Ну, такое тлетворное влияние Запада, да, можно сказать Ну, король цвет, что не впадут в это влияние Да, да, и это действительно стало требовать защиты И поэтому И поэтому в данной ситуации это тоже правильно Что это стало вноситься именно в Конституцию Особенно закон страны Это действительно сегодня требуется именно защищать То есть вот для меня близко именно это Что касается еще вот одной поправки Я считаю, что это просто Вот это вообще давно назрело Ну, вот когда я получала образование Все время были постулаты В первую очередь международное право Российское право у нас идет под международным То есть приоритет международного права над российским Но вот в данный момент я думаю, что это просто стало мешать развитию страны То есть мы, получается, подневольны каким-то, опять же, законом В какой-то степени чуждые нам Чуждые наши морали Это действительно стало сдерживать, я думаю, что развитие То есть связаны руки И так вот можно сказать Поэтому для меня еще очень важная поправка в Конституцию Является приоритет Установка, что приоритет Нашего родного российского права над международным Вот я считаю, это тоже очень правильно Вот Вы упомянули Бога Очень много вопросов То есть с какой стати у нас церковь отделена от государства Это известный факт И почему вдруг в Конституции вдруг появился вот такой вот Ну, грубо выразиться термин, да? Но это неправильное выражение, да? Но вот теоретически, скажем так, вот слово такое, да, появилось Вот я пафоса не хочу в этом вопросе вообще иметь Я просто православный человек Вот меня не шокирует Нисколько То есть это вот, может быть, как мы уже говорили С какими-то нашими собеседниками, спикерами Что все-таки это, наверное, вот те скрепы Да Российские, вот, исконно русские, о чем мы говорили, да? Да, да Которые сегодня, вот, ну, сдерживающий фактор Это вот, наверное, та вот гуманитарная основа Гуманная основа И это все-таки наши корни И потом ведь никто не говорит, какой Бог Ну да, сейчас У нас многонациональная страна, да И в Конституции не закрепляется, какой Бог То есть здесь свобода вероисповедания Никоим образом не ограничивается Я просто считаю, что верующие тоже имеют право на свою защиту Мы почему-то все время, как бы, говорим про то, что Вот это ущемляет права То есть вот эта вот поправка, она чьи-то права может ущемить Получалось, что государство само по себе, а верующие А про права верующих почему мы не думаем? Это же тоже люди, это тоже граждане Российской Федерации Вот меня, как бы, вот эта поправка никоим образом Негатива она у меня вообще не вызывает Я вообще считаю, что надо что-то защищать уже вечное и ценное Спасибо, Харько, Михаил Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!